Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 30 мая, и свое именинное в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых, Ефросинии, Стефана. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники! Радости вам и мира от Духи Святого! Сегодня Святая Церковь совершает память преподобной Евдокии Вынакиних и Ефросинии, великой княгине Московской. Она была дочерью Суздальского князя Дмитрия Константиновича и княгине Анны. Ее детство проходило в Суздале и Переславле-Залесском, где в неспокойной обстановке постоянных междоусобных расприй, которые вели с ее отцом удельные князья, юная княгиня научилась полагать все свое упование на Бога. С младенческих лет воспитанная в духе христианского благочестия Евдокия отличалась тихим, кротким нравом, нищелюбием и благотворительностью. Большое влияние на духовную жизнь княгини Евдокии оказали святитель Алексий, митрополит московский, а также преподобный Сергий Радонежский, который крестил одного из сыновей Дмитрия и Евдокия. Восприемником других был преподобный Дмитрий Прилуцкий. В 1367 году она вступила в брак с благоверным великим князем московским Дмитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освящались ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь славна русская земля. Святитель Алексий, митрополит московский, был близок к княжескому семейству. Духовником Евдокии Дмитрия был ученик преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор, впоследствии архиепископ Ростовский. Преподобный Сергий Радонежский и Дмитрий Прилуцкий были восприемниками их детей. Подвиг великого князя Дмитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла и княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Дмитрия против Мамая, победоносно завершившийся 21 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память Победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Сименом Черным. В 1389 году благоверный князь Дмитрий, не достигнув 40 лет, опасно заболел и отошел ко Господу. А вдовевшая княгиня видела свою обязанность перед Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Одновременно строились несколько храмов и монастырей в Переславле-Залесском. Однако главной сокровенной целью княгини Евдокии после смерти супруга было устроение храма в собственном сердце. Княгиня вела тайную подвижническую жизнь, о чем нельзя было догадаться по пышным одеждам, в которых святая являлась перед людьми. Пришлось претерпеть и человеческую клевету. Подвиг этот увенчался явлением святой Евдокии Архангела Михаила, предвозвестившего во скорую кончину. Образ Архангела, написанный по ее указанию, был помещен в Кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Святая княгиня, воздерживавшаяся от непосредственного участия в государственных делах, всем сердцем отзывалась на беду. Когда Москве угрожал хан Тимирлан, по ее благочестивому совету из Владимира была принесена чудотворная икона Божией Матери. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день средней иконы в Москве 26 августа 1395 года Тимирлану во сне явилась светоносная жена и, устрашенный грозным предупреждением, завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году после явления Архангела Михаила княгиня Евдокия решила оставить великокняжеский терем и принять иночество, к которому она стремилась всю свою жизнь. Во время ее шествия Вознесенский монастырь прозрел слепец, отеревший глаза краем ее одежды, а также от различных недугов исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла в постриге имя Ефросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, святая княгиня успела заложить в монастыре новую каменную церковь Вознесения. Прожив в иночестве несколько месяцев, святая Ефросиния 7 июля 1407 года мирно отошла ко Господу. Святость преподобной Ефросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией, совершившимися на ее гробнице в течение нескольких столетий. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокообщественное положение, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием для стяжания благодати Божией и святости. Преподобного Амбросия Оптинского есть такая фраза, которая выражает один из важнейших духовных законов. Он говорит, где просто, там ангелов со стол, а где мудрено, там ни одного. Господь призывает, говорит, будьте мудры, яка змея и просто цели, яка голуби, будьте целомудренны, будьте целостны. На днях разговаривал с одними родителями о воспитании детей, и когда речь зашла о наказании, то отец говорит, я всегда очень строго наказываю детей за грех обмана, лжи или лукавства. Это недопустимо, чтобы ребенок укоренялся в этом зле. Совершенно справедливое замечание, потому что отец лжи — это дьявол, и когда человек допускает в жизни нечестность, нечистоту, ложь, лукавство, то он тем самым открывает свое сердце, свою душу для доступа этой нечистой силы. Хотя весь современный мир, правила взаимоотношения, правила ведения переговоров, очень многие техники маркетинга и продаж, они основываются именно на лукавстве, на умении манипулятивными разными практиками, убедить человека или купить товар, или согласиться с теми аргументами, которые ты приводишь. И причем это бывает настолько заметно, когда человек занимает определенную должность, функцию, и в работе он в эту колью входит, определенный тон, определенное построение фраз, это целая такая наука психологии переговоров. приходит домой и начинает, допустим, с мужем так же говорить, он говорит, хватит, стоп, стоп, говорит, давай-ка ты без этих своих рабочих манипулятивных практик. А часто это преподносится и предлагается, ну как определенные, достаточно хорошие профессиональные качества, умение пустить пыль в глаза и запудрить человеку мозги. И чем лучше у человека это получается, тем эффективнее его продажи, тем скорее он двигается по карьерной лестнице. Здесь можно вспомнить такую книгу, которая из этой же темы, с этого же поля ягода, Дейла Карнеги, «Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей». Очень много советов, которые, конечно, работают, потому что очень многие люди, они и хотят, чтобы их обманули, многие просто по природе доверчивые. И при определенных навыках можно легко входить в доверие и оказывать влияние на людей. Говорить человеку о том, что он хочет услышать, чаще называть его имя, смотреть в глаза, ну и прочие такие как бы безобидные вещи, но когда они сочетаются с корыстью, потому что очень часто человек, общаясь с другим, он имеет корыстную цель. Ну или что-нибудь ему, как это называется, втюхать, используя определенное давление на его волю, или достигнуть своих каких-то желаний, склонив волю человека на свою сторону. Лукавство. Грех, от которого очень сложно отказаться, когда человек привыкает действовать с помощью лукавого. А часто бывает, что для всех вроде как благие намерения человека, а по сути он преследует опять же свою корыстную лукавую цель. Так бывает, называется человек с двойным дном, когда внешне выставляется что-то хорошее, например, на днях рассказали такую историю, в одном детском доме директор очень беспокоилась о лечении своего подопечного. Ну, она опекун, девочка тяжелобольная, и обращаясь к разным фондам, она искала возможности лечить ребенка за границей. Хотя такие же операции делаются и в Москве, и в Петербурге, но в эту сторону она не смотрела, потому что, будучи опекуном, она могла сопровождать ребенка для лечения, например, в Америке. И этот процесс, он должен был продолжаться несколько месяцев. Получается, вроде как для всех картинка очень симпатичная, а по сути человек не столько заботится о ребенке, потому что от быстроты реагирования на болезнь, быстроты операции, в том числе зависит здоровье. Время оттягивалось, ну, потому что это дорогое мероприятие организовать такую поездку. А внутри у человека свои какие-то личные корыстные цели. И так часто бывает, что мы вроде как говорим о том, что мы хотим сделать хорошего, а внутри всегда присутствует какой-то свой коммерческий, такой пошленький интерес. А двойное дно оно всегда чувствуется. Даже если оно не открывается, но вот эта непростота, такая сложность, корыстность человека, и даже если ты кого-то убедил купить какую-то вещь или подписаться на какие-то дополнительные действия, потом человек отходит немножко в сторону, выходит из этих опутывающих манипуляций и понимает, что с ним поступили нечестно и хочет уже держаться от человека с двойным дном подальше. Беречь честь с молоду, беречь простоту, беречь целомудрие, целостность своей души. Очень важно. Потому что с Богом-то такое не пройдет. Господь ведь видит сердце. Это можно молодой девушке или юноше что-то наплести, и в них ум за разум зайдет. А Господь ведь видит сердце. А в лукавое сердце премудрость Божия не войдет и не будет обитать с человеком. Берегите простоту. Старайтесь быть целостными, без двойных стандартов. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok